Мы не имеем в виду. Ухраняли его в той самой высокой категории. То есть объект стратегической лапристи. И не просто стратегической лапристи. Он в этом являлся главным флагманом системы прокуроративной обороны Советского Союза. Он не работал, да? Нет, он работал. Здесь можно, так сказать, просто погрузиться в историю. Тут уже начинается, что Советский Союз первая страна, которая начала разрабатывать эти технологии. И наскнулись, понятное дело, на кучу ошибок, проблем, нерешеных задач. И подсмотреть коньер. Там когда-то как делать? Признали, у меня были специалисты, которые там МПО Квант, В МПО работали. Ну, МПО Квант, это такие институты, которые делали приборы. Они говорили, ну, когда мы узнали, что нужно сделать или как сделать прибор, просто брали, покупали за границей этот прибор, делали его копию. Говорит, вот он работал. Но фундаментально не понимали, как. Говорит, распаивали пальчик в клад и все, он работал. Говорит, что он показывал. Ну, как он работал? Ну, не понимали. Так удобно. Я заебусь эти вдохи разгребать, конечно. Назывался Квизмой, повязали в жопу. Как-то так себе было сейчас. Вообще не как план. Нихуя не комплимент, да, получился? Сейчас такая несущественная технологика, с которой можно эту систему реализовать. Такой небаланс. Ну, можно тебе много. Интересно. 150? Сними зарядку для тебя. Ядерное оружие. Поединенные шапки. Начинают... Оружие, он становится стратегическим. То есть обладание именно ядерным оружием становится... Да, это становится самым главным путем силой. Люди в лидосики, чуваки залезают. Соединенные Штаты, СССР, разворачиваются в экономике. Все это работает на задание ядерных оружий. Изначально... Вот так вот. Обычно это были бомбы. То есть ядерные бомбы, которые должны были доставлять с помощью авианалета. С помощью авиазброса. Были созданы стратегические бомбардировки, с помощью сигнала тревоги, подняться воздух и внести эти бомбы на автопочные кнопочки. Я сказал, что он окей. Я нам уже 2 года уже видел. Но... Как потом показали этот? Авианалет... Он просто был неэффективен. Ничего неэффективен. Все извлечения... Малость... Самолеты вылетят... 300 км в час. Пока... Я так прошла, что она пристреляет. Я вспомню, сама просто вам резомит. Да, это было очень печально. А как еще можно это... Тип просто на сталкере был один, он выехал зомбаком. Только зомбаком. Мы его встречаем, он такой грустный. Он уже идет, он... Ну пизданите меня, я через 5 минут оживу и дальше зомбаком пойду. Убейте меня. Ну он сам за такое выехал. Ну чё б он не рад был. Ракетоносители его вывезут в Соединенные Штаты. А вот Советский Союз вывезет все первые наработки, все чертежи к себе. То есть когда в Германию делили... Ну и... Вышло так, что... Ну как... Падать... Я нахуй его как-то снимать. Ну так сбок, конечно, так селивидончиком. Зато... Здесь металл видно. МЕТАЛЛ! Ну да валов в больнице. Здесь пакета... Зависит на 8 заряд. Это поднимает этот заряд на высоко. Там... Это мы заряд... Засуло, да? Вот. Засуло, да? Засуло, да? Это вообще законно сразу заходить? Получиться в пропуске, да? Это реально коварно. Она падает... Но сверху... Какая-то хуйня отламывается... Это... Нужно так, типа... Ух! Молодушевить и... Это маленькое тело, которое... Которое... Да, да, ну как так сказать... Бля... Здесь политическая ракета... Она решала... Дальность действия... Увеличилась... Скорость дата... Увеличилась... Количество заряда... Которых можно отправить... Понятное дело... Зурмоник разворачиваем... У меня сейчас начнется... Типа, работа... ООПН... Вон там Питер стоял... С куплей... Ну вот так ему надо пойти... И с кем вылом поменять, потому что кажется, ты... Я не тут снимаешь... Это, конечно, было немного фальш, потому что СССР опережали, и с СССР они очень особо отвечали. Три садок, шестнадцать цветочки. С командованием высшего голоса понимали, что СССР ведут эту гонку. 150 метров. 54 этажа? Нет, ну что, шестнарик, это где-то по три метра ты брать с перекрытием, то про три метра. А тут 150. 54 этажа? 54 этажа. 54 этажа. Как бы она была... Не по скрыму, но строить все равно не умерли. Мелоэффективное, это то, что у вас должен был паритет. Оставаться паритет для того, чтобы... Петь ответить. Да, успеть ответить. Но как понять, что по вам нанесли удар? Если изначально вот самолеты были хорошо видны с помощью... Ты там живой? Да, да, да. Да, да. Да, да. Я сейчас не влево. Я просто чувствую. Шуршатка, наверное, да? Суршатка, наверное, да? Суршатка. Я хуй его даже знаю. Вообще пиздец. Ля, вот это арфа. Отличная антенка. А КСФМ ловит? Я думаю, КСФМ не рвало. Ну нет, это ловит. Ну она ловит, но вот отсюда. Не, не ловит. Отсюда. Отсюда. Вчерашнюю. Ха-ха-ха-ха-ха. Не, нихуя. Я еще ее не... Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Это было несколько кратный запас прочности. Она должна была выдерживать прямые попадания ракет минометного обстрела и оставаться еще при этом работой.